Всем привет! Вы на канале Тома Арома. Меня зовут Тамара и это вторая часть видео, посвященного туберозным ароматам моей коллекции. Первая часть была посвящена ароматам, которые я воспринимаю как салифлоры туберозы, а вторая будет посвящена всего лишь четырем ароматам. Мне почему-то казалось, что их будет больше, но так вот строгим взглядом я взглянула и поняла, что нет, их будет четыре. Начну я с первого аромата. История достаточно забавная, я его купила с рук, купила, скажем так, как сказать, я знала этот аромат, но я была о нем то есть он мне как аромат не был нужен, но мне казалось, что это очень любопытный феномен вообще в парфюмерии, потому что это аромат селебрити и, ну, редко так бывает, да, пожалуй, там за исключение Сары Джессики Паркер, чтобы аромат селебрити стал каким-то значимым словом в парфюмерии. Вот, я говорю об аромате Мадонны Truth or Dare, и к тому же я еще купила его из-за флакончика, потому что, ну, мне кажется, что это какое-то, в общем-то, совершенство формы, такое немножко, кто-то может назвать его, не знаю, наверное, вульгарным, но в нем что-то есть такое готическое, да, и что-то очень такое роскошное, но при этом, ну, это просто, ну, очень красивый флакон, и он стоит у меня на моем, ну, комоде парфюмерном, и, в общем-то, украшает мне прям интерьер, я его люблю как объект, как арт-объект. И забавная история состоит в том, что я, что он у меня стоял вот как украшение моего комода, и, ну, я считала, что он, ну, пусть он у меня будет в коллекции, потому что, ну, это, я говорю, интересный такой феномен, да, забавный, что стал, на самом деле, ну, как бы аромат очень такой успешный и, ну, добротный в каком-то смысле, хотя, говорю, я считала его вульгарным. Ну, так вот, и, значит, и тут вдруг у меня начался как вот, я шучу, что, как говорят, да, что у автолюбителей есть два счастья, это купить машину и продать машину, вот у парфюманика тоже, в принципе, два счастья, купить аромат и продать аромат. И вот у меня в прошлый месяц был месяц продаж, я продавала свои ароматы, которые там вот как-то плохо стоят, вот, и где-то, в общем, в группе кто-то искал вот эту Мадонну, и я подумала, может быть, мне ее продать, ну, типа, дорого. Уже как бы нашлась покупательница, я сказала, нет, я его, ну, то есть, мне нужно подумать там, типа, сутки. Я его поносила эти сутки, и поносив его, я подумала, поняла, что я его продавать не буду. Ну, во-первых, украшение комода я не могу продать, потому что это очень серьезное украшение. Во-вторых, аромат, ну, действительно достойный, и он, на самом деле, там, ну, такая смесь ядреная белых цветов, там тубирозы, конечно же, есть, там очень хорошо слышно о гордении, и это единственный аромат с гордением у меня, я еще поэтому тоже подумала, что пусть он у меня останется. У меня был Муаш Онор, в котором также тубирозы с гордением, но там они более такие приличные. Вот, и что-то как-то, в общем, я его продала, вот, и я решила, что нет, пусть у меня будет одна гордение. Ну, тубироз там тоже есть, там есть жасмин, там есть лилия, да, кстати, она важную роль играет. И, вообще, тубирозы с лилией, это то еще сочетание, конечно, и я позже буду говорить еще в одном сочетании тубирозы с лилией. Он у меня, ну, продолжает вызывать, ну, некоторые противоречивые чувства, что там есть нералии, и, в общем-то, это безумный, это безумнейший, просто безумнейший, это самый безумный белоцветочный букет, наверное, который я, вот, который, ну, вообще, я когда-либо, где-либо нюхала. А мне напоминает, кстати, это напомнил, ну, так, заочно, аромат на слепых затестах однажды девушка принесла Watch Миколев, и я такая думала, боже мой, какая-то тубироза убийственная, и говорю, ну, про чистый Мадонну, да, чистый, да, вот, аромат Мадонны. Ну, на самом деле, нет, мне кажется, Watch, он действительно какой-то там такой перебор, а вот в Мадонне в ней есть какая-то даже влажность, и за счет нералии какая-то такая вот там, ну, за счет нералии, наверное, какая-то свежесть, а за счет лилии там есть горечь, и вот это все вместе, и он такой, какой громкий, он, конечно, очень стойкий, классный, я думаю, что очень такой диффузный, то есть аромат идиозный, аромат идиозный, но я понимаю людей, которые его обожают, и вот при всем, как бы сказанном выше, расстаться я с ним вот прям не хочу ни за что, ну, вот прям ни за что. Вот, ну, посмотрите, ну, как это красиво, нет, как-то на камеру, ну, вы же, наверное, знаете, кто же не знает его, ну, вот он такой тоненький, да, вот, и он так красиво стоит на столике прелесть. Следующий аромат, о котором я хочу рассказать, это аромат марки Histoire de Parfum, и называется он Tuberose 2 Virginale, типа девственная. Вот, ну, не знаю, почему она девственная, и у Histoire de Parfum 3 Tuberose, и они мне, первое, это я вообще не понимаю, что она названа на Tuberose, это какая-то такая пудровая, ну, очень сильно пудровая, пыльная, какая-то неприятный аромат, на самом деле, мне он не нравится. Третья, она такая, с первого взгляда мне как-то показалась импатичной, но, на самом деле, она такая становится потом бабушкин сундук, такая какая-то специево-смолистая, и тоже там Tuberose, в принципе, и особо не пахнет. А вот вторая, на первый взгляд, она мне показалась какой-то, ну, милой такой, ну, 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 как-то вот что-то там, она действительно такая, как сказать, не характерная, ну, что ли, вот в ней нет какого-то такого характера, вот как обычно в Туберозных ароматах, за это я ее обожаю, потому что Туберозы сложно носить, в том смысле, что лично в моем опыте они все, все, даже эти мои летние ля-ля-ля, как я, да, вот сказала, что они вроде такие девические и милашные, и даже та моя Элисаб, которая для меня вообще просто идеальная Тубероза, они, тем не менее, ну, требуют какого-то определенного настроя. Я так, я не пользуюсь ароматами, ну, вот как бы, ну, как сказать, мне нужно, чтобы было совпадение настроения и, ну, и, соответственно, аромата. И вот, но при этом иногда хочется, да, вот хочется Туберозы, ну, как сказать, я не знаю, хочется чего-то такого дико красивого, дико вот какого-то цветочно насыщенного, да, такого, а ну, как-то рука не поднимается вот надушиться Туберозой, ну, вот такая вот, я лично такая замороченная в этом смысле. И вот эта Тубероза прекрасна тем, что она от меня, я, у меня могу быть в любом настроении, то есть здесь у меня нет никаких вот каких-то заморочек как раз вот в ее отношении, я могу просто протянуть руку вообще ни о чем не думая, ее взять, надушиться с ногой головы просто, и она очень классная. Она такая вот, то есть это, она, в ней есть некая анималистичность, очень-очень приятная, очень приятная, вот это такая присущая Туберозе, да, анималистичность. Но в принципе, ну да, там Тубероза заявлена на всех в главных нотах, в сердце и в базе, интересно. Там есть еще вишня, там есть тропические вот эти вот тиаре из франжипани, обе, и та другая. Там есть жасмин и, ну что там, типа ваниль почули в базе, ну там прям никакого такого почули-почули нет, то есть в базе он там есть, и хорошая красивая база, он очень красивый, он такой какой-то густой что ли, вот его как, знаете, как будто ложкой прям его есть можно, вот он какой-то такой теплый, такой уютный, при этом такой чувственный и женственный, очень мягкий, очень кайфовый аромат, ну правда. Вот как-то даже вот прям вот прям вот прям обожаю, прям обожаю и дико-дико-дико его ценю за то, что могу им душиться в любой момент, в любое состояние, в любую погоду, на любую работу, не работу, утром, вечером, в любой одежде, ну просто супер уютный, дико уютный аромат для меня. Обожаю, обожаю. Дальше все сложно, дальше я буду рассказывать вам об аромате, который в каком-то смысле я считаю там жемчужиной своей коллекции, но вот с ним все сложно. Купила я его вслепую, и купила я как бы эту, зная, что это очень именитая и очень достойная марка, Монодиорио, нишевая марка, такая тру-ниша, да, то, что называется Монодиорио, парфюмера, которая, к сожалению, рано ушла из жизни, и вот она создала, создала вот туберозу, она создавала, сейчас эта марка существует что-то, они еще, наверное, новое создают, но вот эти вот ее ароматы, так называемое золотое стечение, там есть, ну много, там есть ваниль, там есть ветиверы, по-моему, там есть, ваниль очень хвалит, мускус, там еще что-то, и вот есть среди них тубероза. И я ее купила вслепую и заказала, да, в интернет-магазине, и, в общем, когда она пришла ко мне, я подумала, ой, мое сердце обливается кровью, я подумала, что, сейчас я объясню, почему, я подумала, что он очень красивый, что он ни на что не похож, я не могу сказать, что он для меня про туберозу, то есть, я никогда в жизни бы не смогла вслепую сказать, какие там ноты, кроме одной перца, которого очень много на старте, у которого, в принципе, много, который невероятно красивый, ну, просто, ну, ну, это вообще, этот аромат, ну, ну, невероятно красивый, ну, невероятно, это настоящее произведение искусства, вот, и флакон, ну, для меня это самый, наверное, красивый флакон, даже не столько какой-то красивый, сколько он вот эргономичный, то есть, я, когда его беру в руку, я испытываю вот прям тактильный оргазм, я тоже недавно писала про него в Инстаграме, цитирую сама себя, вот, это, ну, пробка, конечно, это, да, в виде пробки от шампанского, он, ну, правда, вот, если его взять в руку, это, ну, просто невероятно красиво, вот этот его, ну, вот эта форма, и, ну, чудо, просто чудо, ну, так вот, я подумала, что он дико красивый, я подумала, что он какой-то очень такой уютный, какой-то такой даже домашний, вот, вот уютный, уютный, и как-то, мне показалось, что он какой-то бальзамический, но, на самом деле, сейчас я так его не воспринимаю, я говорю, я не могу, я не чувствую тут прям туберозы-туберозы, я не чувствую заявленного здесь, то есть, я вообще хорошо достаточно ощущаю гелиотроп обычно в ароматах, и не могу сказать, что если он сильно слышен, не могу сказать, что мне это обычно нравится, вот, то есть, гелиотроп, это такая пудровая сладкая нота, как бы, иногда его еще называют шоколадный гелиотроп, то есть, он отдает какой-то такой немножко, ну, наверное, с шоколадочкой какой-то, вот, и здесь, видимо, вот, и вот в ней есть вот эта анималистичность похожая, вот именно это, это как бы, знаете, даже не нота, это вот как аспект, как грань какая-то, да, вот эта анималистичность, они вот, вот именно эта анималистичность, у них похожая, Но больше ничего у них общего нет. И мне показалось, что он какой-то такой просто уютный. То есть он мне казалось каким-то таким, ну, прямо там, ну, дико, ну, как сказать. Он вообще не вот, не громкий, да, это вот не те туберозы, которые вот, ну, как она обычно есть. Ну, короче, он у меня стоял на полке, ну, почти год. И даже, на самом деле, я его как-то даже попыталась продать. Вот, но, слава богу, этого не случилось, хотя, может быть, и не слава богу. В общем, одним словом, потом я решила, что есть такое, ну, понятие, что не то, что понятие, есть такая реальность, что, чтобы аромат понять, его нужно поносить вообще-то, недостаточно затестить, да, его нужно поносить день-два, заснуть, проснуться с ним, то есть, ну, вот как бы сходить с ним в душ, ну, с ним нужно пожить, вот. И тогда ты поймешь, либо он, ну, тебе прям дико нравится, ну, если, либо, если ты его не хочешь носить, то, ну, тогда, либо он тебе дорог, там, как арт-объект, ну, и тогда, как бы, успокойся. Ну, либо тогда, если он тебе не дорог, как арт-объект, то нафига он стоит, да, в шкафу. Ну, так вот, я решила сделать с ним то же самое. И я сделала, к сожалению, это то же самое, и я просто пропала. И этот запой длился, наверное, месяц. Вообще, вот в моей жизни такого вообще никогда не было с ароматами. То есть, я очень такая скачу по от одного к другому, мне все равно нужны новые впечатления. Я очень непостоянная ветреная девица. И здесь я просто, я просто, если бы не одно но, которое, к сожалению, меня заставило, я просто силой воли сказала себе, прекрати, отставь его в сторону и просто возьми, вот, ну, и потом я скажу, что я взяла. Вот, и это но, это его стойкость, это его стойкость. И я даже написала в этом своем тексте, что, ах, это она ускользающая красота, fleeting beauty. И да, все это, конечно, красиво звучит. И, наверное, может быть, оно даже так и задумывалось, как fleeting beauty. Но это разбивает мое сердце, потому что, ну, потому что я хочу ощущать аромат, да. И мне эти вот рассказы про то, что его можно освежить, как бы, нет. Нет, его можно освежить, но, ну, вот это, это я вообще уже, на самом деле, плавно перехожу, как бы, к другому аромату. Потому что стойкость — это не просто какая-то техническая характеристика, это неотъемлемая часть самого аромата. То есть это, как, знаете, это как, ну, вот есть, ну, как бы мелодия, она должна сыграться от начала до конца. Она не должна обрываться на кульминации, еще даже не дойдя до кульминации. Это не, ну, прикольно, потому что у аромата должно быть какое-то развитие, должна быть какая-то логика этого развития, да. Там своя внутренняя, там должна быть начало, там должна быть, опять же, какая-то середина. Там должно быть, извините, вот это dry down, да, вот это, ну, как остаточная нота, которая для меня лично дико важна вообще в ароматах. И, ну, я там шучу, что, типа, это как моральные качества мужчины, которые нравятся мне внешне. Ну, это я вот про другой аромат, про следующий, да, писала тоже пост в Инстаграм. Но да, это так и есть. То есть это не просто какая-то там, ах, я нанесу на себя его еще раз, но он слетает за меня, с меня, ну, я не знаю, наверное, ну, через два часа точно слетает. Вот, и я слышала на многих, что со многих слетает, я слышала, что с кого на комнате держится очень хорошо, и этим людям я завидую просто очень-очень сильно, потому что красота этого аромата невероятна. Мне кажется, если бы он на мне держался, я бы перестала быть пармойяком, мне кажется, я бы пользовалась только им, и про меня ничего больше не было бы нужно. Он невероятно красив, не знаю, он пахнет каким-то... В нем есть какая-то такая сладость, которая похожа на какую-то как будто бы виноградную, может быть, сладость, но он не пахнет виноградом при этом, но он как бы вот напоминает о каком-то таком винограде, и при этом там есть какой-то дымок, но... Да, какой-то дымок, боже, почему он так красив, я ненавижу его за это, потому что он мне просто разбил сердце. Правда, я вот... Вот правда, серьезно, он стоит у меня тоже на комоде, ему мозолит глаза, ну, в общем, короче... Короче, я очень недовольна. Я заказала себе сдуру, ну, не сдуру, но, в общем, уже в отчаянии от Левант нового, новодела. Подумаю, что, а может быть, новодел более стойкий. Ну, как новоделы, это старые флаконы, там коллекционные, в общем, очень ценятся эти флаконы, и как бы правильно, да, что так и есть. Новый флакон тоже очень красивый, но не такие оригинальные. Вот, и, ну, я, ну, возможно, там как бы менялась формула, и вот вдруг новая формула лучше держится, вот будет приятно тогда. Вот, ну, еще я попробую его летом, потому что, ну, я не знаю, может, это какой-то просто такой глюк погоды, кожи, потому что, ну, я не знаю, ну, не может... Понимаете, профиль аромата не подразумевает то, что он не стойкий, потому что он такой достаточно, ну, как сказать, такой серьезный, его профиль густой, не должен слетать. Ну, короче, спаслась я от этой вот, от этого мое разбитое сердце, спас, старый добрый кокаин от Франко Бакле, вот, аромат я о нем не рассказывала, по-моему, никогда и зря. Вот, потому что... А может, я рассказывала, мне кажется, может, в какой-то подборке рассказывала, ну, в любом случае, он спокойно может войти в эту подборку, потому что он тоже тубер... Ну, как бы, как? Ну, туберозный. В нем есть туберозная нота, в нем есть лилиевая нота, которая там очень хорошо слышна. И, ну, вот я недавно днем, как раз, последний пост в Инстаграме был о нем, я написала, что это одиозный аромат, состоящий из громких, одиозных цветов, типа туберозы, лилии и орхидеи. Не знаю уж, как пахнет орхидея, в жизни они вроде бы не пахнут, но, как бы, ассоциация, да, с орхидеей такая достаточно тоже какая-то ядреная, насыщенная. Вот, там заявлен табак, и в нем есть очень-очень много горечи, то есть в нем есть такая горечь и да, как это да, наверное, это вот табак, такая какая-то прокуренность. Вот он прям такой горько-сладко, и все это смягчается прекраснейшей такой вещью, как масло манои, это кокусовое масло, настояное на цветках тиаре. Тиаре – это вот тропический цветок, который есть вот вот здесь, да, вместе с франжипани. Это такие вот тропические, такие цветы, которые как бы уже в гурманику как будто бы уходят, да, то есть они настолько вот вкусненькие, что их уже съесть хочется. И это очень насыщенная композиция, такая, говорю, горькая, какая-то мрачная, но не грустная, такая вот, это вот очень ресурсная для меня, вот они вот как-то вот тоже у меня, мне им очень легко пользоваться вот как-то в любое, я им дома пользуюсь, хотя это, ну, это ядреная, да, это ядреная композиция с потрясающими, великолепными техническими характеристиками. Это просто идеальное соответствие профиля и технических характеристик, потому что он раскрывается, он играет, он слышен, он тебе не душит, он с тобой, вот один пшик, и ты там полдня вот чувствуешь этот тонкий, ну, как тонкий, потому что это один пшик, да, вообще это не то, чтобы какая-то тонкость, это такая ядренность, вот, он чудесный, он, я его обожаю, и его многие не любят, ну, это и как бы и хорошо, вот, мы не должны все-все любить, вот, очень классный, вот, вошел в мою подборку, как бы, ну, вот, логически, да, как-то хронологически он мне спас от разбитого сердца Амона и Диорио, вот, и, в общем-то, я сейчас схожу в нем и очень-очень наслаждаюсь, очень рекомендую. Кокаин, это еще новая версия, говорят, что старая версия была более какая-то, более табачная, более горькая, я не представляю, куда более и зачем более, мне кажется, это просто идеально, вот, так что красота, красота, красота. Ну, что, спасибо вам за внимание, подписывайтесь, пишите, если вы знаете ее, и она у вас есть, и вы ее любите, обязательно напишите мне, умоляю, и напишите обязательно, как она на вас держится, и почему, если она на вас держится, почему она на вас держится, она мне нет, пожалуйста, напишите мне, какой секрет, куда ее наносить, Она у меня даже на одежде не держится, но это вообще не видно, не видали. Ой, не говоря уже о коже и волосах. Ну что, друзья мои, спасибо вам за внимание, надеюсь, вам было интересно, всем пока!